Роман Григорьевич, а насчёт Николая Второго Вы тоже сказали неверно. Его скинули не в один день. Перестрелили тоже непонятно. Андрей, я предлагаю данный дискурс вынести за рамки нашего тренинга, поскольку сейчас нам необходимо снова найти тёмное место в предложенном тексте, поскольку у нас есть новые участники, возможно, будут новые мнения. А по результатам прошлого голосования победила позиция Андрея – самосовершенствование. Я прошу поднять руки тех, кто справился с заданием, и обнаружил тёмное место в данном тексте. Хорошо. И, начиная со Стаса, прошу огласить найденное тёмное место. Оценок в отношении деятельности государственного органа. Угу. Никита? Должностные обязанности государственного муниципального служащего. Настя? Оценок в отношении деятельности государственного органа или органа местного управления, или у руководителя. Андрей? Термин «входит». Сергей? Если это не входит, то умностные обязанности государственного служащего. И Роман Григорьевич? Высказывание, запятая суждения. Сейчас я прошу поднять руки тех, кому понятно озвученные тёмные листа остальных участников группы. Андрей? Непонятно остальные. Что в них тёмного? Нет. Вам понятна позиция каждого человека? Ни одного позиции не понятна. Без аргументации. Просто кто что озвучил. Понятно? Кто что озвучил. Озвучивали то, запятую, озвучивали после запятой. Помню, кто что озвучил. Хорошо. Вот в этом и заключался вопрос. Сейчас я предлагаю вам, путём голосования, поскольку позиции у нас разные, выбрать ту, над которой мы будем работать. Поэтому я прошу, начиная с Романа Григорьевича, озвучить свою позицию. Если вы её выбираете, прошу за неё проголосовать. В данном случае за себя голосовать можно. Высказывание, запятая суждений. Два. Сергей? Если это не входит, должностные обязанности к государственному служащему. Один. Два. Андрей? Сам термин «входит». Один. Настя? В отношении деятельности государственного органа или органа местного управления его руководителя. Два. Никита? Должностные обязанности государственного муниципального служащего. Я уже голосовал. Ага. Стас? Оценок в отношении деятельности государственного органа. Вы голосуете за себя. Вы голосуете за себя? Нет. Вы голосуете. То есть один. Таким образом, у нас по два голоса за позицию Романа Григорьевича, Сергея и Анастасия. Поэтому предлагаю снова проголосовать за эти три данные позиции. Анастасия, давайте начнем с вас. Согласите, пожалуйста, вашу позицию. В отношении деятельности государственного органа или органа местного управления его руководителя. Прошу проголосовать за данную позицию. Вы голосуете за себя? Нет. Хорошо. А Сергей? Если это не входит в должностные обязанности государственного органа или органа, то вы не входит в должностные обязанности государственного служащего. Три. Ира Магригорьевич? Высказывание за китайс суждений. Вы не голосуете за себя? Нет. Уже нет. Два, да? Я правильно увидела? Нет. Я же проголосовал. Один. Таким образом, у нас победила позиция Сергея. Я прошу Сергея озвучить еще раз данную позицию. Если это не входит в должностные обязанности государственного служащего. Роман Григорьевич, можно к вам за советом обратиться? Можем ли мы оставить такую длинную формулируду? Любую. Да, можно, да? Люди выберут свою сумму. Хорошо. Хорошо. Теперь я прошу к данной формулировке задать вопрос, который, на ваш взгляд, поможет разъяснить ее смысл. Прошу поднять роти тех, кому понятно задание. Прошу письменно задать вопрос. Критерий полезности. Поэтому перед этим прошу всех огласить свои вопросы, а остальных участников внимательно послушать и выбрать позицию, за которую вы будете голосовать. Начнем со Стаса. Что подразумевается под словом «это»? Никита? Почему, если это не входит в должностные обязанности только государственного служащего, а не других людей с другими обязанностями? С похожими обязанностями. Здрасте. Типа журналистов. А если входит, то высказывания негативные. Что ж? А можно еще раз? А если входит, то высказывания негативные. Если входит в обязанности, но суждения негативные. То есть, если что-то входит в обязанности, но суждения об этом негативные. Да, но критика будет негативная, да. Всем понятен вопрос, Анастасия? Поднимите руки, если да. Андрей, у вас трудности? Трудности. А какие? Вам непонятен вопрос? Конечно, непонятен. Полностью или в части? В части. Перед словом негативный. Кто-нибудь из тех, кто поднимал руки о понимании данного вопроса, разъясните, пожалуйста, Андрею, что имела в виду Анастасия. Андрей, можете выбрать. Поднимите руки те, кому не понятен вопрос Анастасии, пожалуйста. Кроме Анастасии. Андрей, выберите. Анастасия говорит, что, хорошо, есть такая должность, в госслужащих, в чьи должностные обязанности входят высказываться. А может ли он высказываться негативно по отношению к начальнику своему или государственному органу, или только позитивно? Анастасия, это ваша позиция? Да, да, да. Андрей, вам теперь понятна позиция Анастасии? Понятно. Полностью? Полностью. Трудность устранена? Конечно. Прекрасно. Андрей, огласите ваш вопрос. Вопрос. Что означает термин «входит»? Сергей? Почему чиновники не верят в компетентность граждан? Понятен ли вопрос, Сергея? Если да, то поднимите руку. Настя, это да? Не ответил. Тебе вопрос понятен? Да. Хорошо. Андрей? А к какой части высказывания? Андрей, вам понятен вопрос? Непонятен. Непонятен. Анастасия, Никита, Станислав, можете ли вы, пожалуйста, разъяснить смысл вопроса Сергеева? Кто желает? Тогда я прошу Стаса это сделать. Имеется в виду то, почему государство занимается в критике или высказываниях своим граждан по отношению к должностным обязанностям государственного муниципального служащего, если они считают, что они как-то не соответствуют или высказываются, возможно, в негативном ключе. И эта критика может помочь улучшить предоставляемые, допустим, услуги или качество выполнения работы. Сергей, это Ваш вопрос? Угу. Но с дополнением. Угу. Андрей, Вам непонятно. Никита, Вам... Вы помните вопрос Сергея? Да, в принципе. Вы можете его интерпретировать? Лучше покороче. С пожеланием участника. Почему государство не дает высказываться, ну или ограничивает возможность высказываться гражданам, но не государственным служащим, обеспечивающим вот эту вот работу? Сергей, это Ваш вопрос? Нет. Анастасия? Я не могу. Хорошо. А Сергей, повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. Почему чиновники не верят в компетентность граждан? Андрей, был близко. Станислав, да, насколько я понимаю, был близко? Здорово. У меня есть гипотеза. Понимание Сергея. Сергей говорит, что граждан ограничивают в получении информации о госслужбе, думая, что граждане тупые и не разберутся. И он говорит, а почему у чиновников возникло такое представление о гражданах, что они не различат критику достойную, обоснованную или не обоснованную? Ваш вопрос. Да. Андрей, Вам понятен вопрос, Сергей. Самый вопрос, да. Спасибо. Илья Роман Григорьевич, пожалуйста, Ваш вопрос. Может ли начальник публично критиковать подчиненного, если этого нет его должностных обязанностей? Поднимите руки, кому понятен данный вопрос. Хорошо. И сейчас нам необходимо выбрать один вопрос и проголосовать за него. Поскольку дискуссия была долгой, я полагаю, что каждому необходимо снова огласить свой вопрос и поднятием руки прошу за него проголосовать. Начнем с Романа Григорьевича. С небольшим приветом. У нас победила позиция Романа Григорьевича. Я предлагаю Вам повторить Вашу позицию. Всем остальным записать ее. Может ли начальник публично критиковать подчиненного, если этого нет в его должностных обязанностях? Понятен ли вопрос, Роман Григорьевич? Если да, поднимите, пожалуйста, руку. Теперь я прошу Вас ответить на данный вопрос в письме. Так, с крайне малым перевесом. У нас побеждает позиция Никиты. Я прошу Никиту озвучить данную позицию. Остальное видео зафиксировать, пожалуйста. Да, напитаю. Если публично, в кавычках, ограничивается в рамке организации. Слово «публично» в кавычках. Я прошу поднять руки тех, кому понятна данная позиция. Я прошу поднять руки тех, кто готов критиковать данную. А еще кто-нибудь, кроме Романа Григорьевича, готов критиковать данную позицию? У меня не критик, у меня... Уточняешь? Ну, запрос. Запрос на аргумент. На основании чего вы это взяли? Не знаю. А-а-а! Подвесил мне критик. Нет, у меня есть ответ. Так, кроме Романа Григорьевича, кто-то может еще критиковать? Слово одиногласно критиковать. Ну, в данном случае нарушен четвертый закон логики. Нет аргумента. Ну, или тот, который представлен, и пси-диксит, не является должным аргументом. Я не встречал такого правила, что вот в рамках организации можно не на ковер вытаскивать подчиненного, а вообще на публичное место и там его критиковать. Таких правил не существует. Сергей, у вас критика замечательная? Ну, Роман Григорьевич. Уточнение? Да. Нет, критика Романа Григорьевича. Никита, вы понимаете критику Романа Григорьевича? Нет, особенно. В полностью или в части? Полностью. Полностью. Поднимите руки, пожалуйста, тех, кто понимает критику Романа Григорьевича. Никита, выберите, пожалуйста, кого-нибудь из тех, кто понимает, для того, чтобы они вам разъяснили. Анастасия Григорьевича. Я считаю, что нет этих организаций, где невозможно пригласить человека на ковер, а там его критиковать. Это ваша позиция? Андрей? Разъясните. Бывает. Только по громче, если бы что. Критиковать можно только одним образом, и это в рамках трудового коллектива. Это ваша позиция? Нет. Сергей? Иван Григорьевич говорит, что нарушит четвертый закон логики. Нет достаточного обоснования. То есть есть тезис, но нет аргумента. То есть вы говорите почему, вы говорите то, что в коллективе можно, но не говорите почему. Это ваша позиция? Вам понятна теперь критика Никиты? Да. Вы согласны с ней? Да. Так просто? Так просто. У меня труднее. Ну, или давить на Никиту дальше, например, на его самолюбие, тонкое место, и туда давить, чтобы он продолжил. Или, на все мере, предложить, чтобы другой взял и защищал позицию. Мне более привлекательен второй вариант. Сергей? Будьте добры. У меня есть. Ну, и тут аргумент к культуре. Например, фильм «Афоня», где вызывают Борщову на собрание и критикуют, так сказать, общественным мнением. То есть это должно воздействовать на человека. Роман Григорьевич, понятно по сердцу? Я вообще не понимаю, что это вообще. Да, можно? Проходим. Ну, я могу пояснить про Афоню? А, хорошо. Я точно не помню. Там идея такая. Советский Союз, социализм. И там были такие инструментарии влияния на подчиненных нерадеевых, как вызов на общее собрание. То есть делали собрание. И на этом собрании, ну, распекали, например, там, «Он возьмет жене». И его там все критиковали, ну, все пинали, и он исправлялся. То есть, как бы, ну, какой-то суд, это назывался суд, какой-то внутренний суд, даже коллективный суд, и в рамках вот этого коллективного суда начальник высказывался в негативном отношении своего подчиненного в рамках этого коллектива. А я правильно понимаю, что на этом суде могли подниматься любые вопросы, то есть не только профессиональные? Ну, это как бы на полях заметки, да, там любые. Ну, там, то, смотри, какой суд, да, смысл коммунист, это так коммунист себя не вертелает. Ну, понятно, да. Ну, если столько в тележку в Ашане, он не грузит. Ну, что если это? Ну, если это не культурно. Вам понятен смысл фильма и аргумента? Мы не можем сравнивать Советский Союз. Вам понятен смысл фильма и аргумента? Понятен, но я его не принимаю. Так, мы остановились на том, что понятен и... Понятна ли позиция Сергея Романа Григорьевича? Да, позиция Сергея непонятна. А вы согласны с ним? Нет. То есть, у этой правоморы нравы изменилась сейчас, а мы говорим о сейчас, это неэтично так делать. То есть, распекать подчиненного публично, это плохой тон. Так сейчас не делать. Сергей, вам понятно, так вот? Да, ну, опять же, Роман Григорьевич нарушает сам четвертый закон. Аргументации нет. Он говорит, просто так сейчас и делаю. Ну, как бы, нет подтверждений. Уважаемые участники группы, вам понятен аргумент Сергея, последний. Ну, можно же проголосовать. Можно же, переходите к следующему. Хорошо. Тогда прошу оппонентов выразить свою позицию в одном слове. Моветон. А, простите, секунду. Можете прокомментировать, пожалуйста? Ну, это сейчас моветон, то есть, неприлично, когда начальник публично, ну, в обычных кругах, начинает в рамках коллектива распекаться в опыты. Ну, есть кластер, где-то осталось, например, там, милиционер, вот это военизировано, и там такое возможно. А в личных обществах такое воспринимается, как достатки социализма, и какая-то военщина, и милицейщина, и это отрицается. Это моветон. Это хорошо. Неприлично. А, уважаемые участники, вам понятна позиция Роман Григорьевич? Если да, то поднимите руку, пожалуйста. Сергей, вам понятна позиция? А, да. И я прошу вас озвучить ваше слово. С, свобода. А, первый аргумент? Аргумент, человек имеет право делать. Все, что нам не запрещено, законы. Здраво, мы... С, просто свобода. Просто свобода? С, это тенденция, наверное, поколения Z. Да, мы сначала называем первую букву, и потом говорим какое-либо слово на эту букву, которое очень описывает ситуацию. А, С, Сергей. Ну, да, если... От социализма. То, за это поколение. Если мы говорим о какой-то типичной ситуации. Понятно ли участникам группы позиция Сергея? Прошу поднять руку, если да. Прошу поднять руку тех, кто выбирает данный вариант. Раз, два, три. И, соответственно, позиция Сергея. У меня трудность. Пусть прошел. Так остается? А, тогда мы будем соединять три слова, получается? Да. И сейчас мы выявили три основных слова в результате нашего исследования текста. Напоминаю, что это слова самосовершенствование, моветон и свобода. Три этих слова в контексте отражают основной смысл данного текста. И я прошу вас, каждого из вас, синтезировать три этих слова, то есть обобщить их в какое-то одно, которое будет суммой, соответственно, трех единиц. Наиболее верный на вашем уровне. Да. Моветон, свобода и каковы? Моветон, свобода и самосовершенствование. Я прошу поднять руки тех, кому понятно данное задание. Настя. Ага. Хорошо. Я прошу поднять руки тех, кто выполнял данное задание. Хорошо. И сейчас я прошу каждого озвучить свою версию и проголосовать за нее. В конце. Роман Григорьевич, пожалуйста. Достоинство. Сергей. Живень. Еще раз. Жизнь. Ага, жизнь. Андрей. Педантичность. Педантичность? Да. Настя. Реорганизация. Реорганизация. Никита. Государство. И Стас. Тенденция. Начиная со Стаса, прошу озвучить еще раз и проголосовать за варианты. Стас, пожалуйста. Тенденция. Ноль. Никита. Государство. Ноль. Анастасия. Верно, не Тонце. Ноль. Андрей. Педантичность. Четыре. Сергей. Жизнь. Два. И Достоинство. Также. И нас победила в позиции Андрея. Педантичность. Таким образом, итогом нашего тренинга становится то, что мы смогли исследовать данный отрывок текста, провести герметический анализ и синтезировать темные места, которые в нем содержатся. Соответственно, мы вывели, что основным смыслом данного текста является термин педантичность. Благодарю вас за внимание и работу. И сейчас я прошу вас включиться в процесс рефлексии, комментарии, пожелания, просьбы, предложения, позитив, негатив, что понравилось, что не понравилось. Андрей, пожалуйста. Все-таки просьба перед тем, как объявлять голосование, все-таки говорить, сколько раз можно проголосовать, а также можно не подписать за себя или. Я подняла вас. Педантичность. Педантичность. Сергей. Анастасия, да? Ирина. А, извиняюсь, Ирина. Довольно. Хорошо провели тренинг. Мне что-то нравилось. Спасибо. Перспективы. Спасибо. Как модератор. У вас было много модераторов? Я думаю, да. Это мы витом спрашивают, сколько у меня было модераторов. Это лично. Ничего страшного, ты уже видите. Это критика. Не мой витом. Еще пожелания. Да, мне понравилось. Во-первых, у меня восстановили в моих глазах наше общество. Я? Само это упражнение. Все участники. Я думал, что у нас все хана, все неэтично. Нет, люди достаточно здраво рассуждают. Наше общество достаточно самосовершенствования согласен. Оно может самосовершенствоваться. Оно не костно. Во внешнем видно, что там какие-то проблемы есть, но оно не такое жесткое, как я думаю. Потому что люди достаточно гибкие. У них есть инструменты, они мыслят. то есть Vox Populi, Vox Play. Мне кажется, мы хорошо. А по поводу ведения, я думаю, здесь хорошая черта это то, что вы педантично следовали инструкциям. То есть это как бы всегда хорошо, потому что люди пытаются идти в стол, что-то сделать, но достаточно следовать, вы это делали, а это уже по современным меркам огромная компетенция. То есть не все могут следовать инструкциям. Вы это следуете и у вас получаются. Спасибо. А если можно отрицательный аспект? На чем стоило бы работать? Ну, может быть, на понимание. То есть иногда увлекаетесь, когда двое начинают стычка, вы увлекаетесь, даете ту другую, ну, как бы пропадаете, аудитория уходит. Можно время-тремени контролирует и спрашивать, вам понятно, или все, менять участников. Есть такие говорят. Для семян участников в принципе это постепенно? Да, это даже нужно, потому что есть, допустим, активные кадры, которые всегда готовы ревнуться. А есть просто сидят. Вот их можно, например, иногда подтягивать. Потому что они сидят, но это не значит, у них нет мысли. Они могут наоборот с них... То есть надо использовать как ресурс. Хорошо. Ну что? Не надо пить как во время судебного процесса с судьей. Надо включаться в работу. То есть также участвовали в голосовании? Нет. Роль модератора не предполагает участие в голосовании. Если роль модератора не предполагает голосовании, то почему бы не пойти против правил? Анархия? Нет. Самосовершенствование? Революция. Что? Что? Это не анархия, это просто революция. Реконструкция. Это все очень важно. Но никак не реконструкция. Все? Все. Все, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok